Итак, мы прочитаем вместе с вами из Евангелияна, 21 главы, 15 стих. Госпел of John, chapter 21, verse 15. Когда же они, то есть Христос и ученики, обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя?» Иисус говорит ему, «Упаси агнцев моих!» Этот вопрос повторялся еще два раза, и Петр также отвечал ему, «Да, Господи, я люблю тебя!» 18 стих. «Истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то простерешь руки твои, другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая уразуметь, какую смертью Петр прославит Бога, и, сказав все, говорит ему, «Иди за мною». Люди мои, если бы я вас сегодня попросил нарисовать картину, которую вы бы внизу подписали словом «любовь», что это за картина была бы? Что и для вас есть выражением любви? Ведь иногда мы с вами говорим, употребляем одно и то же слово, но смысл в нем совсем другой. Сегодня люди, которые живут в мире, они употребляют это слово совершенно, поверьте, в другом смысле и значении, чем мы читаем на страницах Священного Писания, особенно молодые люди. Еще раз вопрос. Что является для вас, дорогие мои, картиной любви? Вот вам дать краски, холст, нарисуйте, что любовь. Галла, что для тебя любовь? Две руки, стремящиеся друг к другу, внутри сердца, солнце светит. Окей? Вилет, а что бы ты нарисовал? Илюша, что бы ты нарисовал? Нет, что вы рисуете? Отдать себя на других – это не рисунок. Рисунок, картина, внизу подписана, любовь. Иисус на кресте. Но это многие не поймут, если ты внизу подпишешь любовь. Очень многие не поймут. Олег, а ты бы что нарисовал? Мать с младенцем, которая кормит его. Прекрасно. А? Кто еще? Кто еще? Птица, которая под крылом своим защищает своих маленьких птенчиков. Любовь. Знаете, действительно, очень много есть… Кто-то бы нарисовал парочку влюбленных, да? Вот почему-то никто не сказал, да? Вот молодые люди до свадьбы пытаются там… Идут двое за ручку. Любовь, да? Есть, друзья мои, действительно очень много картины. Одному человеку попросили, когда его нарисовать картины любви. Знаете, что он нарисовал? Он нарисовал пожилую пару, где муж, умирающую свою жену, кормит из ложки. Она не может вставать, она не может больше ничего делать. И он сидит рядом с ней и кормит ее. Заботится о нем. И внизу написали «Любовь». Вы знаете, для Христа было небезразлично то, как он оставлял своих учеников и в каких они отношениях расставались. Когда он накрыл им стол после своего воскресенья, это было на берегу моря. Когда они вернулись после рыбалки, на столе стоял хлеб, печеная рыба. Он пригласил их к этому столу. Это был завтрак. Рано-рано утром было. И он начал с ними разговор в лице Петра. Он задавал этот вопрос каждому из них и каждому, наверное, из нас сегодня, кто является его последователем. «Ты любишь меня?» Оказывается, для Бога важно иметь с нами отношение любви. Но для того, чтобы, друзья мои, у нас с ними были отношения любви, что-то должно предшествовать этому. Вы знаете, невозможно любить Христа воскресшего, если ты вообще в Него не веришь, что Он воскрес. Послушайте, что говорит евангелист Ян. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресенье мертвых. Из учеников никто не смел спросить, кто ты. Почему? Потому что они знали, что это Господь. Итак, very important point, очень важный момент. Faith precedes love. Вера всегда предшествует нашей любви. Невозможно любить Бога и не верить в Него. Почему? Потому что любовь является в конечном итоге выражением нашей веры в Него. Поэтому Христос этот вопрос, любишь ли ты меня, задал не в первый день, когда Он встретился с Петром. Помните? Когда Фомы не было. Он говорит им, мир вам. Он не задает вопрос, любишь ли ты меня. Потом встречается с ними второй раз. И когда они уже поверили, что это Он, что это Господь, Он является им в третий раз. И они уже все знали, кто Он, воскресший Господь из мертвых. Он задает им вопрос, а теперь важно восстановить отношения любви. Дорогие мои, если вы не верите сердцем своим, не умом, а сердцем в то, что Иисус Христос сегодня жив, что Он ваш Господь и Спаситель, вы не можете с ней иметь отношения любви. Примите верой этот факт в свою жизнь. Может быть, вам нужно, чтобы Он вам лично показал свои руки и сказал вам, как сказал Фоме, не будь не верующим, но верующим. Поверьте, если вы этого ищете, Он обязательно к вам придет. Наша с вами вера в Него, как Господа и Спасителя, всегда предшествует наших отношений с Ним, любви. Скажите, пожалуйста, когда, многие здесь есть родители, когда у вас рождается ребенок в семье, что у ребенка вначале появляется, любовь к родителям или вера в родителей? Да, конечно, вера, друзья, даже не думайте. Стоит ребеночек на столе, ему годик всего лишь. Папа ему говорит, прыгай. Что он делает? И он верит, что Папа его не обманет, что он не ударится лицом в пол и не ушибется. Он прыгает. Почему Христос говорит, если вы не уподобитесь, как дети, и не будете, то есть доверчивы, как дети, вы не войдете в царствие, то есть ребенок начинает свой путь, свой journey с веры в родителей. В год мы даже не говорим о любви, потому что понятия любви связаны с отдачей и посвящением. Придет время, когда он будет начинать, что значит понимать, что значит любить своих родителей. Но это время еще должно пройти. Наш путь с Господом начинается любви, отношений, любви отношений с Ним, начинается с нашей веры, принятия того, кем Он является для нас. Второй очень важный момент, когда Христос задавал вопрос Петру, любишь ли ты меня? Что важно было Христу, чтобы апостол Петр понял? В Евангелии Матфея, 6 глава, 24 стих, написаны следующие слова. Матфея 6, 24. Никто не может служить двум господам, ибо либо одного будет ненавидеть, а другого любить, либо одному станет усердствовать, а о другом не родить. Ведь не можете служить Богу и мамоне, не можете любить Бога и богов. To love the Lord, to love Jesus, means to reject all other gods. Любить Господа Иисуса Христа означает отвергнуть всех остальных богов и идолов из своей жизни. Вы знаете, кто-то скажет, а у меня богов нету, у меня их никогда не было, у меня не было деревянных изображений. Дорогие мои, я сам могу быть Богом для себя. Мое иго может быть моим Богом, которому я поклоняюсь. И у апостола Петра были с этим проблемы. Он настолько был самоуверен в себе, он настолько знал, кто он. Если все отрекутся, я никогда этого не сделаю. Вы помните, у него еще были боги, которым он кланялся? Желание быть кем? Первым. Гордыня человеческая. Желание превозношения над другими. И ради этого можно было локтями других отталкивать и продбивать себе путь вперед. И сколько Христос им говорил вновь и вновь. И так, кто из вас не умолится и не станет, как дитя, и кто не станет слугой для всех, он не может иметь со мной отношения, любви. Нужно отвергнуть кого? Себя. Легче деревянных богов вытащить из дома, чем себя отвергнуть. Взять крест и следовать за ними. И Христос говорит апостолу Петру, Петр, ты меня любишь? Означает, ты готов отвергнуть абсолютно все остальное. Для чего? Для того, что наши с тобой отношения были на первом месте. Интересно, смотрите, как Писание говорит. Там очень важное слово, и мы должны его понять в библейском контексте, что это означает. Там сказано, либо одного будешь любить, а другого ненавидеть. Помните, Христос в другом тексте говорит, если вы будете любить больше мать или отца, или даже детей, больше, нежели меня. Или дальше в другом тексте он говорит, и так кто не возненавидит отца своего и мать свою, тот не достоин меня. И люди, которые читают Писание, они думают, странные слова, как это Христос призывает к ненависти родителей своих. Да нет, конечно, он не призывает к ненависти, потому что это противоречит чему? Тому слову, которое сказал Господь через Ветхий Завет. Почитай или люби ближнего, люби отца и мать. Как же может Христос противоречить сам себе? Друзья мои, там, где вы читаете в одном тексте одно и то же слово любовь и ненависть, под словом ненависть это не означает слово hate. Это означает, что любовь к тому, о чем идет речь в первую очередь, должна быть выше, чем любовь к тому, что идет на втором. И это квалифицируется как ненависть. То есть, если ты любишь отца и мать больше, чем ты любишь меня, то у нас с тобой отношения не могут быть. Почему? Да потому что очень у многих отцы и матери не знают Бога. Потому что у многих есть отцы и матери, которые препятствуют детям приходить приходить к Богу. И поэтому Христос говорит, я пришел принести не только мир, но я пришел принести и что еще? И разделение, где кто? Дети с родителями будут разлучаться, муж с женой будет разлучаться. Почему? Потому что иметь отношение любви со мной означает, что? Придать этим отношениям второстепенное значение. У Петра были свои амбиции, у него были свои мессианские ожидания. И он ждал, когда они сядут наконец-то на престоле и будут судить, и будут царствовать над народом, когда они будут в царстве мессии уже здесь на земле господствовать. Христос говорит, вы не знаете какого вы духа. Сын человеческий пришел, чтобы не чтобы ему служили, а чтобы послужить. Друзья мои, если мы сегодня с вами говорим, что мы любим Бога, это означает, что мы сознательно отвергаем всех других богов, которые претендуют на первенство в нашей жизни. И какие-то боги бы не были. Мы говорим «ноу». Он есть Господь господствующих. Второй очень важный момент. Отвергая богов, мы должны отвергнуть и тот, то мировоззрение или world view, которое приносит вот этот вот мир со всеми своими ценностями. Смотрите, первое послание Иоанна, 2 глава, 15-17 стихи. Если у вас Писание есть, можете открыть, мы вместе с вами прочитаем. Первое послание Иоанна, 2 глава. «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». Любить Господа – это отвергнуть мир и его ценности в своей жизни. Отвергнуть мир и его ценности, то есть возненавидеть, потому что мир проходит и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек. Друзья мои, так сложно нам в мире, в котором мы живем, любить Бога и мир, который претендует на свое первенство в нашей жизни, не так ли? Вы посмотрите сегодня, как тяжело многим служителям Божьим показывать истинную любовь к Богу, даже из-за кафедры. У них мужества не хватает сказать, что это грех, это зло. И они адаптируют ценности этого мира и что делают? и становятся вождями слепыми для слепых, вводя их в заблуждение. Сегодня столько много людей, которые обмануты духовными лидерами, которые стали политически корректными. друзья мои, если мы говорим, что мы любим Бога, Иоанн говорит, мы должны отвергнуть мир с Его ценностями. Второй очень важный момент. Что значит, когда Христос задавал вопрос Петру, любишь ли ты меня? Петр должен был понять, и мы с вами, что любить Господа в Иоанна 14 глава 23 стих записано так, что кто любит меня, тот соблюдает что? Слово мое. To love Christ means to commit yourself to obey his word. Христос говорит, если Петр ты меня любишь, да, люблю, это означает, что ты посвящаешь себя следовать и исполнять мое слово. То есть, мои заповеди и мое слово, мое учение для тебя становится приоритетом номер один. не греческая философия, не мудрство никаких других людей, не какая-то философия иудейская, но Бог и его слово. Это есть истина, которую мы с вами принимаем и говорим, что это для меня фундамент моей жизни. Друзья мои, если я говорю сегодня «Я люблю Бога», это означает, что его слово является приоритетом номер один в моей жизни. Третье. Когда мы говорим, что «Я люблю Господа», 1 Иоанна, 5 глава, 2 стих, написаны такие слова, что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем Его заповеди. Друзья мои, кто говорит, что любит Бога, это означает, что Он посвящает Себя любить кого? Детей Божьих. «Я люблю Божьих детей». Вы знаете, Божьи дети, они очень разные. Одних любить легко, других тяжело. Наверное, если у вас много детей в семье, наверное, вы тоже видите, что одних легче любить, других тяжелее. Но родители любят все их дети. Одни больше доставляют проблем, другие меньше. Одни более послушны, другие нет. И что же означает любить Божьих детей? Христос сказал, «Потому как я возлюбил, я пришел что сделать? Послужить». Наше служение прежде всего нашим братьям и сестрам по вере является выражением нашей любви кому? Ко Христу. Петр, ты меня любишь, да, любишь? Тогда что делай? Тогда паси кого? Овец моих, ягнят моих, то есть начинай служить и заботь. Что делает пастырь по отношению своего стада? Он служит, он заботится, он оберегает, он кормит, он переживает, чтобы все были здоровы, кто-то запутывается, он находит пути, как вернуть назад. Это есть служение. Друзья мои, кто сегодня не служит церкви Иисуса Христа, тот не любит Бога. Не обманывайтесь. Если вы не служите детям Божьим, созидая тело Иисуса Христа, мы с вами не любим Христа. Мы можем хорошие песни петь на эту тему. И это не значит, что мы должны делать все одинаковые вещи и делать то, что другие делают. Но наша любовь может проявляться, когда мы склоняемся к коллеге, склонения в своей комнате и возносим молитвы о наших братьях и сестрах, которые нуждаются в нашей поддержке. Заботимся о женах своих, о своих детях. которые являются детьми Божьими. Ибо всякий верующий, что Иисус есть Христос, что от Бога рожден, и всякий любящий родившего, то есть любящий того, кто дал мне рождение свыше, Иоанн говорит дальше, любит и рожденного от Него, то есть своих братьев и сестер по вере. Скажите, пожалуйста, была бы сегодня война в Украине, если бы этот текст, этого Писания сегодня, которые провозглашают свою любовь к Христу притворяли бы в жизнь. Да, конечно, нет. То есть можно говорить все, что мы хотим. И поэтому апостол Петр, когда смотрел на Христа, он видел его внутреннее содержание, и он понимал, как ему тяжело любить кого? Тех, кто рядом с ним находится. Вы помните, они отошли, начали прогуливаться с апостолом Петром Христос, и он увидел кого? Иоанна, который идет за ним, и что он говорит? Господи, я дам жизнь свою за Тебя, а он? Христос что ему говорит? Да если я хочу, чтобы он прибыл до конца, тебе что до того? Ты иди за мной и люби его, как брата своего. У него другая судьба, у него другая жизнь, у меня другие отношения с ним, но тебе что до того? Иногда, друзья, нам очень хочется, чтобы как нам, чтобы было и другим. Наша любовь к Богу проявляется в нашем служении. Друзья мои, не миру в первую очередь, о нашим братьям и сестрам по вере. Четвертое, очень важно. «Любить Иисуса Христа, любить Господа означает жить жизнью отдачи, жертвенной жизнью. ибо так возлюбил Бог мир, что что сделал, что отдал, дабы всякий верующий в него не погиб. И вот Христос смотрит Петру в глаза и говорит, ты меня любишь? Он говорит, да, я люблю тебя. Он говорит, паси овец моих. Говорит, я принимаю это. Но ты знаешь, за то, что ты будешь делать, придет время, когда ты прострешь свои руки и другой поведет тебя куда не хочешь. О чем он говорил? О том, какой смертью Петру придется прославить Иисуса Христа, то есть придется принять мученическую смерть за это. То есть твои слова, что ты меня любишь, должны включать в себя готовность отдать свою жизнь. Друзья мои, разве можно любить Господа и не жить жизнью отдачи? Разве можно любить Господа сегодня и не жертвовать? Не отдавать то, что у нас лишнее. Знаете, иногда звонят кому-то и говорят, у нас есть нужда и начинаем смотреть, что у нас лежит плохо, уже три года ничего не нужно, в пятнах грязных. Иногда некоторым нашим иммигрантам такие матрасы дают, что животных на них не положат. А для чего отдают? Для того, чтобы самим неохота платить, чтобы приехали, мусор и мы думаем, что мы что-то хорошее для Бога делаем. На тебе, Боже, шо мене негоже. А ведь выражение любви, это когда ты даешь то, что до тебя имеет цену. И когда мы даем то, что для нас имеет цену в жизни, является результатом нашего труда и лепота, и отдаем то, что мы ценим, этим мы выражаем любовь к Богу. Последнее послание эфесянам, третья глава, восемнадцатые и двадцатые стихи говорят нам о том, что наша любовь к Богу, она не та, которая, знаете, как какой-то подарок или сокровище, которое мы имеем, и оно остается в таком неизмененном состоянии. но любить Христа, любить Господа, означает посвящение себя, возрастать в любви и познании нашего Господа Иисуса Христа. Эфесянам, третья глава, восемнадцатый и двадцатый стих. «Верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы укорененные и утвержденные в чем в любви могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и высота и дальше и уразуметь превосходящее уразумение любовь Христову». Для чего? Для того, чтобы вам исполнится всей полнотою Божией. Любовь есть, Иоанн говорит, совокупность чего? Совершенство. Если взять все совершенства этого мира и соединить в одно, это есть любовь. И поэтому Иоанн говорит, Бог есть любовь, совокупность всех совершенств этого мира. И он говорит, я не хочу, чтобы вы просто любили Бога так, как вы любили Его, когда уверовали в Него. Скажите, вот так, как сегодня, допустим, Арон любит папу-маму. Папа-мама хотели бы, чтобы он также их любил, когда ему будет 20 лет? Я думаю, папа-мама был бы недовольный на этом, правильно? Знаете, что о Христе сказано, что он возрастал в чем? В премудрости и дальше? И любви у кого? У Бога и человеков. Любить Бога, это означает возрастать в любви и познании нашего Господа Иисуса Христа до какой степени или до какого уровня, дабы исполниться нам, чем всей полнотою Божьей. Скажите, у нас есть здесь такие люди, которые уже исполнились всей Божьей полнотою? Конечно, нет. Друзья мои, мы с вами на пути. Мы продолжаем возрастать в любви к Господу, если понимаем больше и больше, кто Он и кто мы. Итак, он задает вопрос Петру, ты меня любишь? Очень простой вопрос. Два раза Петр отвечает очень быстро, даже не задумываясь над глубиной этого вопроса. Третий раз, когда он вопрос Христос этот задал, что сделал Петр, он опечалился. И Петр отвечает так, Господи, Ты все знаешь, но Ты знаешь, что я люблю Тебя. Бог знает наши с вами падения, Бог знает наши с вами недостатки, Бог знает там, где мы изменяли Ему в нашей любви, Бог все знает. Петр, тебе не нужно ничего мне говорить. Я все знаю, что внутри тебя происходит. Ты просто загляни мне в глаза и ответ на этот вопрос. Ты меня любишь? Петр сказал, ты все знаешь, но ты также знаешь, что я люблю тебя. Спаси овец мою. Следуй моему примеру. И когда я, как пастырь и начальник снова явлюсь я воздам тебе. История говорит, что когда жизнь Петра подходила к концу, верующие люди, церковь в Риме уговорила его уйти из Рима, потому что они пытались сохранить его как лидера церкви. И вот он в сопровождении группы верующих людей покидает ночью Рим и встречается на дороге с человеком одетым в белую одежду. И проходя мимо, Петр задает ему вопрос, куда идешь? Камо, гридеш. Он говорит, Петр, ты уходишь из Рима, значит, мне нужно возвратиться туда. Помните, апостол Павел задает вопрос, Господи, а кто ты? Апостол Петр ему не задал этот вопрос, кто ты, он понял, кто с ним говорит. Он останавливает группу своих братьев, сестер, которые сопровождали его, поворачиваются назад и говорит, мы возвращаемся снова в Рим. Петр, зачем? И тут он вспоминает слова Иисуса, которые заканчиваются вот это повествование его встречи у моря Тивериадского. И, сказав это, он сказал ему, следуй со мной. Он возвращается в Рим, где встречает мученическую смерть. Его распинают на кресте вниз головой. Но это была его личная просьба. Он говорит, я не достоин умереть так, умер мой Господь, Учитель. Если вы видели когда-нибудь в Эрмитаже распятие Петра вниз головой, когда сосуды его головы становились очень большими, наверное, лопались, я думал, под этой картиной я бы написал «Это любовь». Да благословит нас Бог, как церковь, дорогие мои. Помнить, что любить Бога – это не наши эмоции с вами и чувства, которые мы выражаем на воскресном служении вот здесь. Это жизнь глубокого посвящения Слову Его, воле Его, жизнь отдачи, жизнь жертвенная, жизнь духовного роста, жизнь исполнения Его воли и жизнь отвержения богов мира с Его ценностями, в котором мы живем. Да благословит вас Бог. Вы Господа любите? Я знаю, что да, но с этого дня дальше мы можем подняться еще на одну ступень в любви к Нему. Но если вы еще не уверовали в Него как своего Спасителя, когда мы будем петь эту песню, вы можете это сделать, подойдя к алтарю, мы вместе с вами помолимся. Обновите свой завет любви с Господом, если вы знаете какое-то падение в своей жизни. Пусть Господь благословит вас. Тебя люблю я, Господь, я всей душою. после молитвы мы споем эту песню. Давайте помолимся.